знаете друзья пока я ходил чай готовил вы наверное успели прочитать вот это вот письмо но я все-таки прочту его снова и с выражением как в школе учили изготовил рамки по вашим советам из видео ага значит уже кто-то знает и умеет пробежался по саду огороду понятия не имею как они работают но они интенсивно реагируют на перемещение то направляют противоположные стороны то скрещиваются то указывает куда-то то вращается по одиночке и часто смотрят на меня часто смотрят на меня но меня тоже смотрят понял одну вещь мы многого не видим надо бы изучить этот способ восприятия мира я надеюсь что после того как сейчас я с вами побеседую хотя бы несколько человек из вас все-таки возьмут рамки но я бы нужен начать издалека во первых идет шла передача наука 2 это серьезно это наука 2 это канал научный и там значит все-таки нашелся человек который с рамками работал работал очень удачно вот ученые были в тупике и ничего придумать не могли знаете все сказали сработает интуиция вот я сижу в экране думаю ну я маленько разбираюсь в этом деле но интуиция то причем как ему интуиция помогла находить как ладно я понял то наука в тупике вот я тоже был тупике но дело в том что я был очень любознательный пристал книгу смерть в вашем доме google как было не купить такую книгу смерть в вашем доме потом уже началась практика дал объявление я к тому говорю что я не с пустого места и не думайте что я люблю поговорить начитавшись помните как это я сам сад не вращивал но я не садил но я с вами не согласен потому что я читал так вот откройте наберите вы гпз там это гиблые места это же ужас вам жизни не хватит все это прочитать про что написано но каждый раз будете отходить столько лапши будет на ушах вроде интуиции а я не так я дал объявление в газету и сказал что приглашайте я буду мерить вашу квартиру тогда я был молодой у меня были цензурные способности настоящие вот меня энергия прямо некоторые говорили что вокруг меня даже ауру видели живем да вот ну и одно знаю что я был настолько неугоманный энергии прямо для это один пример извините он такой женщина которыми я занимался то есть которой я был влюблен вот потом с ужасом рассказывали мне когда дома не спят я прихожу к ним домой неважно они одни или там не совсем можно даже сказать замужем прихожу и шляюсь по квартире голым почему рассказывать мне это на полном серьезе вот но это ладно я вам этого не говорил потому что вы меня в соседе человеком легкомысленно как по ночам шлятся голый хотя я в это время был спал у себя спал ну правда беспокойным сном и вот когда ходил вот тут лежал больной человек вот тут нет и самое интересное что я тогда мог у меня настолько было сильное биополе что я мог отличить гепатогенную зону от решетки хардмана про нее я узнал из литературы сам бы не догадался научился их определять ну вот потому что везде и сюда писала что в узлах этой решетки они тоже опасны для здоровья я сейчас не знаю опасны а вдруг наоборот энергии дают но факт то что последние годы я утратил возможность такую я утратил способность определять это возраст это бесконечная усталость это компьютер который уничтожает биополе всех а значит у меня тоже пусть она у меня необычная большое но все-таки это вот он передо мной враг мой сидит сейчас обидится он как раз это не хотел включаться не хотел вот наш компьютер знал что я буду говорить о нем о том что он уничтожает здоровье людей снимает биополе вот и вот теперь мы видим не знаю сколько людей спас не спас заставляя переставлять мебель кровати последний с кем я этим занимался это когда я был в гостях у доктора хана в ленинску детской кирпичков области там действительно мне не понравилась эта кровать где она стоит сказал переставьте что было дальше я не знаю теперь когда человек берет рамки если он не обе поле 12 метра он очень легко научиться ходить с ними как когда они горизонтально по отношению друг другу так горизонтальный по отношению к земле и при движении практически не 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 дергается пока не пересекут гепатогенную зону решетка харп это тоньше вещь это только для супер этих в этот экстрасенсор а просто нормальные люди метр два биополе имея это таких у нас из десятка двое трое а то и пятеро они могут научиться находить гепатогенную зону вы александр вахрушев наверняка у вас способности гораздо больше вообще у садоводов в среднем до 50-70 процентов садоводов имеют биополе на грани на границе с экстрасенсорикой почему именно потому что они в саду работают почему у вас не получалось они реагируют у вас на все подряд давайте самого начала значит надо забыть про эту глупости что это интуиция помогает работать с рамками надо отказаться от глупости что газ какой-то реагирует и земли идет остается что остается разные типы каждая порода каждое вещество вплоть до электрокобилей труб подземных вот трещины в земной коре значит просто вот тут гранита тут уже идет магма а тут идет этот самый мрамор уже восприятие разное а на границе обязательно не будут вращаться не вращаться а двигаться куда-то вот у вас так и получилось тема серьезно поэтому я решил поподробнее почему потому что кто у кого-то это спасет жизнь себе или родственникам и все тем более в саду без них вырастить 100 процентов 100 деревьев станет никогда плодоносить и одинаково расти не будут вот из-за того что у них это они реагируют по разуму на то что под землей помните там до воды два метра глиняная линза а тут же рядом 12 метров уже вращаться будут вот поэтому александрова человек видимо непростой у вас сильное биополе это вам на первом этапе трудно знаю как реагирует а так что направленный человека подходите разойдутся разные стороны вот этой границы биополя это может метр два три а некоторые не в комнату не влезут так и имеют я уже рассказывал раз значит каждый тридцатый три процента из 100 имеют отрицательное это биополе то есть она не брать отрицательное масло плоду противоположное по знаку то есть рамки скрещивается теперь когда они вращаются в разные стороны когда вы движетесь да вот это когда вы нарвались на то саму гепатогенную зону более тонкая работа это надо хотите займитесь жить потратите на это потому что нужно знать что в этом месте делается под землей вы готовы посетов раскапывать и смотреть что там глиняная линза с водой или это самое кусок металла металлолома закопаны или проходит электрокабель или проходит это труба с водой вот это все надо знать самое главное чем мы не знаем что я не знаю это есть такое понятие места силы а вот местах силы церкви они в особых местах я боюсь я ни разу не ходил с рамками в церковь я боюсь не знаю почему боюсь что рамки не будут вращаться значит что-то там церковь не там стоит боюсь что они будут бешено вращаться но это не обязательно хорошо может быть и плохо всего несколько раз жизни я стоял а рамки вращались это самые страшные силы это есть центр силы но какой полезно не полезно я этого не знаю как а а вот так вот с этого александр вы задали вопрос я вам отвечаю вы сами оказались из всех нудны вот и получаете нашли такое место они редко но бывают вы стоите они вращаются вот где самая сила страшная вот я таких всего 23 за свою жизнь видел так вот в этом месте берете ставите лабораторный стол а там может быть строите домик а в домике там мышей испытываете или они будут плодиться лучше или у них будет здоровое потомство и потом что передохнет а может сами сдохнут или попроще одни аппетит потеряют другие наоборот им было лабиринт их воткнешь они вдруг по умнели стали находить выход с лабиринта непонятно как но находят а другие наоборот вот так и сдохли в лабиринте не найдя выхода вот это все то что делалось или не делалось не знаю если делалось то засекречено потому что уж я бы это знал я написал несколько статей со мной общались сотни людей раньше это было всем интересно вот я видел карту гепатогенный зон целого города вот оказывается мерили но связан клятвой не сообщать больше ничего вот так вот на ваши вопросы отвечаю а в саду что саду вот александр алексей иванович трижды пересаживал 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 и в конце убедился но извините надо сперва трижды загубить дерево это эксперимент а на будущее надо уже заранее это воспринимать так взял участок прошел с рамками мы с елена санна ходили по ее участку и я с рамками ходил а на коле вбивала там где у меня рамки крутились вот это вот настоящая работа тогда действительно посадишь 100 100 и будет потому что все эти места можно обойти все ответил я всего одну четверть рассказал а уже кончается я до груши опять не заберусь а кто виноват вы виноваты знаете как это товарищ говорит ну как вы мне ответили на мой вопрос дал тот вебинар а кто-то два вебинара ждал ну пришлось все бросает отвечать на вопрос как умею так вот это вот прикол мне прислали откуда в 15 году написал яркое подтверждение дальше железов живущих а кассе который несмотря на свой многолетний труд так и не сумел ничего вырастить давайте вместе посмотрим на это жалкое зрелище кто-то прикалывался иначе тут бы правда был взял бы да это ранятки бы изобразил кто-то прикалывался то есть фотографию брать да то грустно было бы фотографии ничего пускай это видимо так типа 1 апреля